Я обожаю списки, составляю их буквально для всего. У меня куча записных книжек, блокнотов, тетрадей, есть даже бумажный ежедневник с бесконечным перечнем дел и сотни заметок в телефоне. Я никогда не бываю настолько счастлива, как в тот момент, когда заканчиваю список, даже готова переписать уже выполненные пункты, просто для того, чтобы с удовольствием заново их вычеркнуть. Моим Граалем, моим списком номер один, является список от 1 января, который состоит из правильных решений, принятых на будущий год. И он всегда начинается одинаково. Решение номер один. Быть счастливой. Вот уже почти 10 лет я, как говорится, работаю над своим счастьем и работаю усердно. Читаю книги по саморазвитию, занимаюсь медитацией и йогой, хожу к специалистам, чтобы быть в гармонии с собой и своим телом. Ведь счастье — это работа. Все зависит от силы воли. Если хочешь, можешь, и совершенству нет предела. Вот уже почти 10 лет я работаю над тем, чтобы стать лучшей версией себя. Я очень крутая, я хожу к психологу. Мой путь к совершенствованию начался с посещения психолога. Это было 8 лет назад, когда я почувствовала, что подходящий момент настал. Признаю, меня переполняла гордость от того, что я работаю над собой, стремлюсь стать лучшей и все такое. К тому же в Париже в то время было модно начинать каждый разговор со слов «Мой психолог говорит что…» или «Мой психолог считает что…». Мне представлялось, как люди, увидев меня, сразу подумают. «О, она идет к психологу. Должно быть у этой девушки очень богатый внутренний мир». Надо сказать, что мой психолог – замечательная женщина, которая полностью понимает и не осуждает меня. А если, конечно, и осуждает, то совсем незаметно. Именно поэтому я нахожу ее замечательной. Меня не разубедить в том, что каждый должен посещать психотерапевта. А уж люди моей профессии нуждаются в этом больше, чем кто-либо другой. Я стендап-комик, смесь актрисы и писателя. И неважно, каково мое состояние, моя профессия обязывает меня выйти на сцену, чтобы смешить людей высмеиванием себя. Люди платят, чтобы увидеть, как я высмеиваю себя. Этого, собственно, достаточно, чтобы обратиться к специалисту. Я начала ходить к психотерапевту после того, как опубликовала свою первую книгу «Идеальная женщина-стерва» в соавторстве с сестрой-близняшкой Марией Альдин. Книга даже пользовалась небольшим успехом. С этого момента все закрутилось. Промо-ролики, книги, съемки. В течение семи лет я много работала, и мне нравилось иметь... Продолжение следует...